При Джобсе такого не было. Новый iPhone 4s будет работать на базе системы GLONASS. На сайте Apple сегодня появилось удивительное сообщение. Обновленный смартфон теперь поддерживает не только американскую технологию GPS, но и любимую Владимиром Путином российскую разработку. Наш коллега Алексей Камынин видел GLONASS своими глазами. Ну потому у него и спросим, какая от этого польза iPhone. Спасибо, здравствуйте. Система GLONASS чего греха таить вызывает в нашем обществе ухмылки. Гораздо чаще, чем что-то другое. Но то, что появилось на сайте компании Apple, это действительно не иначе, как чудо. В технических характеристиках нового iPhone 4s черным по белому сказано оснащен GPS и GLONASS. Шок для всех, и что самое интересное для самих разработчиков GLONASS, они признались в телефонном интервью Дождю, что были даже не в курсе, что Apple готовит им такой подарок. Причем на его заготовку понадобилось бы не меньше полугода, говорят там, а значит Стив Джобс был как минимум в курсе. Такое действительно возможно из-за открытости и бесплатности всех данных GLONASS. Джобс действительно мог и не спрашивать нашего разрешения. Другое дело, зачем владельцам iPhone, помимо GPS, который везде делают, еще и GLONASS. GPS и так вроде работает же неплохо. На это заместитель генерального директора компании навигационно-информационной системы GLONASS, Андрей Ионин, рассказал нам, что в паре с GLONASS'ом GPS все-таки будет работать чуть-чуть лучше. Массовый потребитель не задумывается о том, какие это спутники, потому что он не платит за сигнал. Раньше он видел только 30 спутников, каких-то это были спутники GPS. Теперь он видит 54 спутника, которые GLONASS и GPS, но о том, что не GLONASS и GPS, знаем только мы. Так сказать, их сигнал можно использовать по всему миру. Но в силу просто своей орбитальной структуры, так как устроена GLONASS, лучше работает в северных широтах. Сейчас несколько телефонов на нашем рынке уже могут определять свое местоположение, используя GLONASS. Первый такой смартфон поступил в продажу в апреле. Это аппарат МТС 945. А еще с GLONASS может работать аппарат Samsung Omni-W. Вот он на ваших экранах. Но iPhone с GLONASS'ом это, согласитесь, событие совсем другого масштаба. Мы позвонили Александру Плющеву, журналисту, известному специалисту по технологиям и гаджетам. Он нового айфона с GLONASS'ом в руках еще не держал, но, кажется, тут же захотел, послушав нас. Действительно, есть предупреждения, но на самом деле там группировка не такая большая, спутников, как хотелось бы. Хотя половина спутников падает в тайгу или там в океан. Не вся территория покрыта там, не все такое. Конечно, это не GPS, безусловно. Но она работает вполне, автобусы ей оборудуют. Вот потихоньку она начинает работать. Я не то, что вы прямо сильный фанат GLONASS'а. Я считаю, что, в принципе, человека без GPS достаточно. Но если у нее есть две системы, это всегда лучше, чем одна. Серьезно. GLONASS в телефоне действительно не предел этой системы. Сергей Собянин, например, хочет оборудовать ей почти 8 тысяч автобусов, чтобы следить за маршрутами. Уже запущены похожие проекты в Рязани, Челябинске, Республике Мариэл, ну и других регионах. Мне довелось как-то своими глазами даже действительно увидеть GLONASS. Я раньше как-то этим, мягко говоря, не бравировал, но с сегодняшнего дня, видимо, буду. Дело было на Селигере, там был робокросс. По трассе вдоль озера промчались газели, ну как промчались, сейчас увидите, управляемые с помощью спутников GLONASS. Погрешность их работы была аж до трех метров, поэтому грузовики могли остановиться и перед финишной чертой. Результат все равно засчитывался. Ездили так, что я быстрее бы ходил. Да и простейшие препятствия редко преодолевали. Давайте посмотрим. Успешно преодолеваем поворот. Сейчас самая сложная задача данного упражнения – обогнуть дверь. Подогра под командой, подальше, пожалуйста. Что-то еще добавить. В GLONASS нам сегодня предложили порадоваться и поздравить даже не разработчиков этой системы, а всех нас с вами. Это победа всей страны, говорят там. Правда, у некоторых еще жива предубежденность GLONASS. И, возможно, это будет тот редкий случай, когда поздравления кто-то откажется принять. В любом случае, Оля, Дима, примите вы мои поздравления. Взаимно. Спасибо, Леша. Алексей Камынин о том, зачем GLONASS понадобился компании «Леша». Субтитры создавал DimaTorzok